Здравствуйте, это программа День Здоровья. Меня зовут Мария Ремезова и сегодня мы поговорим о сезонной аллергии, сложной операции на щитовидной железе, а также о термологической помощи взрослым и детям в нашем регионе. Тюменские врачи спасли зрение трехмесячному ребенку. Малыш появился на свет с врожденной глаукумой. Если вовремя не заметить это серьезное заболевание, то оно может привести к слепоте. Как действовали медики, чтобы ребенок видел и как малыш чувствует себя сегодня, расскажут мои коллеги. Ну давай, Тюмеша, давай, показывай глазки. Сегодня врач снова решила посмотреть в глаза этому трехмесячному пациенту. Две недели назад она буквально увидела в университетах диагноза. Родители этого не подозревали, что у них слишком мало времени, чтобы воспользоваться на зрение. Покраснел глаз, течение началось. Решили обратиться, как бы, ну, может быть, врачи. А оказалось, что такое серьезное заболевание. Вообще даже не предполагали, что может быть такое. Да я тут рыдала на всю больницу. Врожденная глаукума дядь на свет. Морил с сыном сразу кладку на больницу. Медленно операция было нельзя. С новорожденного пациента алкологи не спускали в глаза. Кладкая операция редкая. Очень важно. С плюсом цирекера. Матмы에 физиологические особенности рискования глаза и у жиленного ребенка. Это из-за первого года жизни. Глаз, конечно, несколько отличается от взрослых. Есть очень тонкие оболочки, есть очень высокий риск определить лучше, лежащий с кровью. Сусп goddess fuck. Сị. В свои три месяца Сережка в каждую перенес наркоз. Каждый класс оперировали отдельно. Но результат решили убить сразу. То, что мы видим уже в динамике, ребенок совершенно изменился. Он начал следить, он начал интересоваться окружающим. То есть мама заметила большую разницу, будто бы совсем другой малыш. Серьезно? Да, очень по-другому себя стал. Текстильный стал очень. Сейчас он стал как-то. Мама отходит от каратки, он сразу начал. Самого юного пациента в кальмологе уже выпустили за мной. Теперь можно уверенно смотреть в будущее. Со зрением у него все в порядке. Но после операции супер смог впервые разглядеть лицо мамы. Радости прям не доходило, что не дали последним ребенку. Тем временем в офтальмологическое отделение областной больницы номер 4 в рамках нацпроекта здравоохранения и регионального проекта развития здравоохранения поступило новое оборудование, с помощью которого уже начали проводить операции по удалению катаракты. Врачи останавливают зрение, используя ультразвук. Это современный, малотрампатичный и надежный метод лечения. На операцию требуется от 10 до 40 минут в зависимости от сложности. Выписывают пациента уже на следующий день. Это новая машина для удаления мутного хрусталика у пациентов с помощью ультразвука. Сам контролирует внутриглазное давление пациенту и восстанавливает уровень жидкости в глазу для того, чтобы наиболее комфортно удалить мутный хрусталик, чтобы не повредить какие-то другие структуры. Ежедневно медучреждения делают до 9 операций по лечению катаракты. Сюда приезжают не только жители Ишима, но и 10 районов юга области. Медпроцедуру проводят по полису ОМС бесплатно. Жители Югры ежегодно проходят лечение в тюменских больницах. Среди них как взрослые, так и дети. В медучреждениях проводят высокотехнологичные операции, лечат сложные заболевания, а также диагностируют болезни. Почему жители Югры выбирают для лечения Тюмень и как принимают северных пациентов, расскажет Дарина Халина. Земфира родом из Урая. В 2007-м у женщины диагностировали онкологическое заболевание. До лечения местные врачи направили в тюменский онкодиспансер. Полгода терапии и рак отступил. Уже на протяжении нескольких лет женщины периодически проходят обследования в Тюмени. У меня было оперативное лечение, радиолечение, химиотерапия. Доктора мне показали огромную помощь, и я благодаря этому живу и сегодня. Золотые руки у этих докторов. Спасибо им большое. Пройти обследование, лечение в стационаре и сделать операции любой сложности жителей Ханты-Мансийского автономного округа Югры могут в тюменских больницах. Ежегодно медучреждения региона принимают тысячи северных пациентов. Мы очень широко работаем с пациентами, проживающими на севере нашей Тюменской области. Поводы для обращения могут быть самыми разнообразными. Это все заболевания сердца, в том числе нарушения ритма сердца, которые требуют хирургического вмешательства. В неделю где-то к нам поступает 4-5 человек. В основном они идут в рамках МОС, сотрудники нефтяных компаний и полиции. В медицинских организациях государственной системы здравоохранения Тюменской области работают более 6 тысяч врачей различных специальностей. Что касается системы здравоохранения, в МОС в области она развивается, могу сказать, что понимают, государственные подчерклиния, категоринального уровня, идеального уровня. Очень хорошо развивается и частная медицина, и наша клименская медицина, и вашим услугам. Завод в стационарах региона проводит свыше 95 тысяч операций. Из них более 17 тысяч с применением высоких технологий. К приему северных пациентов медучреждения готовы. И в продолжении темы. В Тюмени провели операцию жительницы Ямала. Проблемы с щитовидной железой женщине диагностировали более 25 лет назад. Но решилась на хирургическое вмешательство она только сейчас. В чем была особенность операции и как отразилось на здоровье пациентки несвоевременное обращение. Подробности прямо сейчас. Я смотрела доктора в глаза и поняла, что я готова к реализации. Жительницы Ноябрьска Оксане Метелкиной проблемы с щитовидной железой диагностировали еще в 97-м. Тогда ей поставили болезнь Грейвса или диффузно-токсический зуб. Много лет женщина лечилась только медикаментозно и не торопилась оперироваться. Оказалось, зря. В результате появились проблемы со зрением и сердцем. И на днях пациентки в областной больнице номер один проявили хирургическое вмешательство. Дребины совсем останутся. То есть придется все равно подлечиться. Сердце подлечить. Если мы перегружаем, теперь мы глазки будем лечить. Но у нас все процессы. А операция была не уникальна. И особенность в том, что врачи удаляли щитовидную железу очень большого размера. При болезни Грейвса этот орган имеет повышенное прекрасное мнение, что всегда означает серьезные риски при хирургическом вмешательстве. И все прошло хорошо, операция была необходима. В результате появились проблемы со зрением. Первая областная давно взаимодействует с северными регионами. Врачи для больницы в случае необходимости вылетаются на авиации в отдаленную местность. Они были первыми в модель актики. И мы поможем жителям в большой тюменской области. Конечно же, у нас есть ряд хирургических направлений, которые являются северными границами. Мы работаем в Тюменской области. Мы работаем в Тюменской области. И такие операции вылетаются в том, что эти жители в большой тюменской области как мало, так и мало детского. Через несколько дней Оксану выпишут и назначат дальнейшее лечение. А перед тем, как вернуться на родной Ямал, женщина планирует отдохнуть в Тюменском санатории. У студентов-первокурсников Тюменского медицинского университета завершается первая практика. Будущие врачи ее проходят в медучреждениях области. Так, высшими в областной больнице номер 4 навыки и профессии получают 20 человек. Продолжит Оксана Павлова. Все сегодняшние студенты задолго до поступления тщательно изучали химию и биологию. Арина Художникова еще в 8 классе поняла, что медицина ее судьба. Учить теорию сложно, но интересно. Но именно на практике девушка поняла, что сделала правильный выбор. Была возможность в операционном блоке побывать. Также в процедурный кабинет нас в отделе. Сопровождали пациентов и на УЗИ, и на другие процедуры. Также сегодня ходили на рентгеноскопию. Все очень нравится. Везде каждый день разная работа. Выбор специализации и инструментами станет еще только через 5 лет перед ординатурой. Но Екатерина Оренкова уже сейчас уверена, что станет хирургой. Вместе с однокурсниками ежедневно с 8 утра она делала все, что поручали заставники. Выполняла несколько ранипуляций, приобретая важные навыки. Я увидела все, что происходит в реальности, когда видишь пациентов, которые страдают, которые... лежат беспомощно, очень хочется им помочь. Сострадаешь, сопереживаешь. И тяжело смотреть на таких пациентов. Я буду стараться, конечно же, хорошо учиться, чтобы быть компетентным специалистом, помогать людям, спасать им жизни, как бы это ни звучало, было бы быть папа. Но вот и наша профессиональная база. Ежели, как сказать, классные армии. Впереди у студентов еще несколько лет практических занятий. И каждый раз наставники будут не просто учить чему-то новому, а передавать свой профессиональный опыт. Я, собственно, стою наставник, потому что там, что я не знаю, как я достаточно буду, но я вам разговариваю, чтобы он не фразы на операциях своих наставников, но это не отъехали. Потому что вес единого наставника в медицинской практике очень трудно, а лестничка в должном результате. В четвертой областной больнике всегда принимают практикантов. Более того, учреждения обучают по целевому направлению человек. Это значит, что работать после возраста они придут именно сюда. И уже в 2023 году 16 молодых врачей пополнят кадровый состав. А теперь к новостям мировой медицины. Врачи назвали симптомы, которые могут указывать на избыток сахара в крови. Кривые тонкие ногти – признак инсулинорезистентности с сахарного диабета. Регментация после ранки – также признак нарушения углеводного обмена. Чаский признак инсулинорезистентности подпеком на теле, на шее, в области груди, в подышках в паху, то есть в местах трения. Настораживаются сухие локти и пятки, потемнение кожи на шее и в паху на сладкость. Обращение к козакринологу точно не стоит откладывать, если в вышеперечисленные признаки появились на поле постоянной усталости. Примент концентрации внимания, раздражительности и тяги к сладкому. С темптом запущенного недуга – снижение четкости зрения. Сахар способен также повреждать сетчатку. Если вовремя не определить причину и не начать лечение, это чревато появлением серьезных проблем с зрением. Врачи рассказали о сырнике, который защитит от рака. Обычная крапива может защитить от развития онкологических заболеваний. Она богата витамином К, который способствует укреплению костей, помогает в борьбе с атеросклерозом и диабетом, а также способен уменьшить риск развития рака. Однако употреблять в продукте, где содержится много витамина К, надо с осторожностью. Дело в том, что витамин участвует в процессе сверстывания крови в большом количестве, может привести к травмозам. Рекомендуемая дота от 50 до 100 микрограммов в день. А в 100 граммах крапивы может содержаться до 500 микрограммов данного вещества. Ученые с помощью природоподобных технологий получают материалы, аналогичные по химическому составу и структуре костной ткани человека. Изготавливают останавливающие пасты для зубов, а также биополимерные пленки, способные лечить ожоги, кожные заболевания и даже рак. Химики, физики, биологи и медики вместе разрабатывают материалы максимально соответствующие природным неотторгаемым организмам. При сложных переломах, костных инфекциях и украшениях нередко требуется восстановить утраченную костную ткань. Вещество получает в виде геля, который после пустыхания превращается в порошок. Конечный продукт представляет собой користый композитный материал из отвертой губки, похожий на натуральную кость. Из него можно создавать каркасы и имплантатов, куда будут прорастать средиумительные ткани и поступать кровь. Галоген обеспечен без вредности. А мы ненадолго прервемся. Во второй части программы поговорим про аллергию, летнюю медшколу и автопоезд здоровья. Скоро вернемся, не переключайтесь. Лето – это не только солнце, жара, свежие фрукты и отличное настроение. Иногда все это обращает сезонной аллергии. И всю серьезность проблемы поймет только тот, кто сталкивался с этим коварным недугом. Сегодня в нашей студии врач-аллерголог и буролог Мария Грахова. Мария Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы как специалист. Расскажите, на что чаще всего жалуются ваши пациенты? Вообще, на сегодняшний день существует несколько видов аллергенов. Основные – это бытовые, пищевые, эпидермальные и пицевые аллергены. То есть, если мы говорим про сейчас, то сейчас, конечно, у нас активно идет сезон пыление растений и активно к нам приходят пациенты с поленозом. Но в целом… Аллергены растения. Да, поленоз – это реакция на пульсу растений. То есть, сейчас у нас месяц уже июль и активно пылят с лаковой травой. И, конечно, очень много различных форм аллергии на сегодняшний день существует. То есть, в рамках поленоза – это чаще всего реакция со стороны носа, со стороны глаз, римоконниктивиты и вплоть до сезонной астмы. Это все может доходить, достаточно, может приобретать тяжелые масштабы. Поэтому очень важно, конечно, при появлении каких-то первых симптомов обращаться сразу же напрямую к врачу. К аллергену. Да. А, через терапевт? Через терапевт, да. То есть, у нас ведется прием по полюсу в вопросной больнице номер один. И можно через терапевта к нам попасть для того, чтобы уже выяснить причину истинной аллергии. Наверное, многих, не только тех, у кого есть аллергия, интересует вопрос. В июле уже пролетал капалинный пух. Немножко, но пролетал он был замечен. Будет ли он в июле? И вообще, на самом деле, скорее всего, он будет. Просто я тоже замечала, что сейчас очень активно вырубаются от поля. Но сам по себе поляников, он не является аллергеном. Он является просто переносчиком, который на себя адсорбирует и частицы грязи, и пыли, и так далее. И за счет этого он может вызывать чисто плюсом еще и механическое раздражение, и тем аллергикам, у которых есть реакция на сезон пыления флаговых трав, он может просто эту ситуацию усугублять, потому как будет, так скажем, более выраженная реакция при контакте именно с этим пухом. А нежели чем, если бы люди просто шли, допустим, и в местах, в местах этот пыльца встречалась. История дисэмергизма в нашем регионе восстает, уменьшается, либо примерно одна, но остается какая-то есть. Ну, на сегодняшний день статистика доказала, что, конечно, в рамках коронавируса статистика не изменилась, потому что в сезон, точнее, в времена коронавируса, получается, это все было активно, меньше людей обращалось, но это, опять же, было связано с тем, что у нас были больницы закрыты. Статистика говорит о том, что все-таки рост существует аллергических заболеваний. Сейчас и больше пациентов обращаются, хотя самые частые распространенные на сегодняшний день это остаются все те же, как и брежди, это брохиальная астма, аллергический ремитр, коронавируса и различного рода термокиты. То есть астма у нас остается на первом месте по числу пациентов в рамках обращения в кабинет аллерголога-иммонолога. То есть бронхиальная астма составляет около 40%. Это уже как подлее пациентное. Да, это может быть и как осложнение, так скажем, изначально начинаться все может с аллергического ремита, а может быть и как, естественно, самостоятельное заболевание. Если не лечится. Если, естественно, да, не лечить изначально аллергическим ремитр, но пациент может и ремитрировать с астмой. То есть не обязательно это как итог или исход какого-то состояния. То есть у пациента может быть изначально именно астма, как первое заболевание. А с чем вы связаны эти росты? Среда лично. Ну, достаточно сегодня много различного рода ремитрантов у нас имеется в воздухе. И было о загрязнении воздуха в первую очередь. Это тоже достаточно влияет на продукты питания, которые мы сегодня используем. Богатые различного рода и геноинженерно-модифицированными компонентами, которые также могут усиливать реакцию иммунной системы на некоторые компоненты. И, конечно, это образ жизни. То есть сегодняшний день, хотя вроде бы сейчас у нас на хазе это здоровый образ жизни, но все же, все внешнее, что может оказывать влияние на человека, оно может усиливать потенциалы аллергозаболеваний. То есть вредные привычки могут скрываться? Да, вредные привычки, особенно если мы говорим на сегодняшний день про курение, в частности, это различного рода или по типу нитарка, то есть сейчас на первое место вышли различного рода вейпы и так далее. Что они могут очень сильно усиливать именно иммунно-ответ со стороны бронхов. И на этом фоне может вторично возникать и даже неаллергическая азма. То есть азма на сегодняшний день, она существует как аллергическая, так и неаллергическая. Видимо, это привычки своих, да? Да, то есть они могут провоцировать именно иммунные ответы со стороны слизистых. И одна из теорий гласит, что как раз-таки именно теория барьеров, она гласит о том, что влияние внешних факторов на наши слизистые, от дыхательных путей, в частности, может вторично усугублять ситуацию и способствовать просто аллергическим заболеваниям. Мы с вами немного запрогули тему питания и то, как оно влияет на развитие аллергии. Есть ли такие продукты, которые провоцируют аллергию или запрещены тем, у кого она уже есть? Ну да, на сегодняшний день, если мы говорим про истинную аллергию, существует так называемая большая восьмерка аллергенов. И к ним относятся это молоко, яйцо, рыба, морепродукты, пшеница, соя, арахис и орехи. То есть это большая восьмерка. А существуют продукты, которые имитируют появление аллергии и они называются гистаминолоператоры. Либо продукты, которые богаты гистамином, они могут усиливать какую-то аллергическую компоненту в моменте и провоцировать уже неистину аллергию, а псевдоаллергические реакции. И таких на самом деле реакций достаточно много встречается именно во взрослом возрасте. Считается, что именно у детей чаще всего встречается истинная аллергия на продукты. А вот уже в взрослом возрасте это чаще всего бывают именно продукты гистамино-либераторы Зачастую в интернете можно прочитать, что уже изобрели средства от аллергии Это правда? Да, на самом деле средства от аллергии изобрели уже давно И это средство называется аллергенспецифическая иммунотерапия Это метод, который позволяет малыми дозами аллергенов Вводимых уже, так скажем, влива у человека Коллоцировать иммунный ответ по типу вакцинации То есть они работают по типу вакцины То есть малая доза Профилактика Да, как профилактика Именно уже при контакте с самим аллергеном у человека будет менее выраженная реакция И на сегодняшний день мы можем лечить три заболевания этой методикой Это аллергический ренит, прохиомазму и атопический герматит Другие заболевания, к сожалению, в том числе и пищевая аллергия На сегодняшний день такой методикой у нас в стране не лечится Хотя, если мы говорим про Европу То у них уже есть способы методики лечения пищевой аллергией специальными пластами Которые также представляют в себя небольшой То есть в этом пластыре находится небольшое количество аллергена Которое постепенно высвобождается Мы лечим же либо методикой инновационной Либо подъязычной методикой Когда пациент под нашим контролем чутким, он дома сам принимает аллерген В Европе также существуют возможности лечения аллергии на кошек и на собак У нас такой возможности, к сожалению, пока что нет Как врач, аллерголог, иммунолог Посоветуйте нашим зрителям Тогда нужно приходить к специалисту, что должно насторожить Изначально, конечно, если мы говорим про сезон цветения То вас должно насторожить то, что Те реакции, которые у вас появляются, они очень могут напоминать простуду Но не будет Температура может немножко до суфибрильных цифр подниматься Но не будет никаких выраженных, конечно, цифр Те гипертонические, 38 и так далее Не будет никаких признаков бактериальной инфекции, допустим Не будет никаких негнойных выделений То есть будут задействованы оба глаза То есть если мы говорим про конъюнктивит И из года в год вы будете наблюдать вот такую тенденцию Что с началом весны А сезон у нас начинается где-то с середины апреля Плюс-минус в зависимости от погоды Вот, эти симптомы, они повторяются В осенний и зимний период Лучшее время, особенно для нативных Использования нативных аллергенов методом скалификации Вот, если говорить про методику сдачи крови То мы можем сдавать это и в сезон Если нету каких-то выраженных симптомов В принципе, это делать можно Но лучше все равно, чтобы не было ложных каких-то отрицательных результатов Дождаться уже более холодного периода сезона Мария Андреевна, большое вам спасибо, что сегодня пришли к нам в студию И вам спасибо, будьте здоровы Весь июнь по Ишимскому району курсировал автопоезд здоровья Областной больницы номер 4 Благодаря проекту жители более 30 сельских территорий Проверили свое здоровье Получили рекомендации врачей И записались на прием узким специалистам Оксана Павлова расскажет, как медики работают в отдаленных селах В списке пациентов на обследование в первую очередь попадают люди из группы риска С трагическими заболеваниями, инвалиды и больные онкологии Инна Григорьевна 4 года борется с раком После операции ей ходить сложно Женщину, как и других, была в обильных граждан доставили из дома на спецтранировке Крой буду на раковые платья Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Тюменском медицинском университете стартовала летняя медико-фармацевтическая школа Желающих попасть сюда было больше тысячи человек из 36 регионов страны Заявки приходили с Ямала, из Югры, а также Омска, Челябинска, Кургана и Екатеринбурга Однако конкурсный отбор прошли только 120 школьников Почему такой ажиотаж, расскажет Анастасия Ализаревич Мы собирали ее, а сейчас она уже готова и будем смотреть, как она выглядит Как выглядят бактерии, которые живут у человека во рту За микроскопами школьники и опыты они ставят на тебе Секции микробиологии разбирают микроорганизмы, строения и разнообразные клетки Эмоции от новых знаний ребят переполнят Секции микробиологии здесь сейчас Это, на части, поражающее сознание простого школьника Что-то неоприняется, потому что Сходим бактерию, но бактерия не бактерия А здесь можно покрасить, сам по изучению В Тюминском медицинском университете стартовала бесплатная летняя медико-фармацевтическая школа Желающих попасть сюда было больше тысячи человек из 36 регионов страны Отобрали лишь 120 школьников За неделю ребята изучат фармацию, улюбленную сумму и биологию А также основные направления в медицине Кардиологию, офтогмологию, неврологию и хронотологию И школьники в России делают слепкий зубок из пластилина Я здесь хотела рассказать о медицине Я всегда не понимала, как это происходит И таким принципом ставят какие-то ломбы Мы стараемся сделать так, чтобы ребята не слушали нужные лекции долго А чтобы они максимально работали руками После этой школы можно составить полную историю На том, что он будет снижаться или нет Мы должны будем передать все, что мы знаем, нашим смеем И вот она посмотрит Мы готовим к одной классе А школьниками занимаются лучшие преподаватели В том числе из Москвы, из ГИБАС и Центра СИБИОС А в том, что их не ставят Это можно поработать с вами, с которыми добавить И вот, и в том числе, и в том числе А сейчас наша традиционная рубрика Первая помощь Смотрим Первая помощь при ударе молнии Перенести пострадавшего из опасного места Помнить о том, что молния может ударить в одно место дважды Уложить пострадавшего насквозь И повернуть голову на бок Сделать искусственное дыхание и незримой массаж сердца Если нет курса Первая помощь при укусе и кладыводке Обильно промыть рану водой Наложить на рану с переднюю повязку Оперативно обратиться к врачу Первая помощь при головокружении Лечь на спину так, чтобы голова, шея и плечи лежали на подружке В таком положении исключается берег Позвоночный картин Следует избегать поворот от головы в сторону Необходимо открыть току Проведок в помещении Наложить на лоб холодную повязку Можно чуть-чуть вывернуть На этом наша программа завершается Уже скоро мы вновь вернемся в студию Чтобы поговорить о здоровье и о том, как его сохранить С вами была Вария Римзова До встречи в эфире Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!